Привет мастера ВИМВИТУГОПСА! Сегодня будем заниматься заменой масла. Вот на примере вот такого скутера honda ларят полтинник. Вот но это применима в принципе система ко всем скутерам. Вот я приобрел вот такое масло полусинтетика. Замечательная вещь. А там в баке уже такая мешанка непонятно что там такое. Вот на это мы масло поменяем. То есть чем лучше масло тем больше работает двигатель. Сразу такой нюанс. Когда вы купили масло или перед тем как значит заплатить или после того как там уже договоритесь. Раскрутили понюхали. Значит хорошее масло не должно ничем вонять. И пахнуть. Плохое масло будет пахнуть или вонять всяким дерьмом. Вот это такое различие. Это как мне подсказали специалисты. Проверять масло. Бачок здесь находится масляный. Вот здесь вот. Вот у него пробочка. Там немножко осталось. Будем его менять. Слышку боковую я снял здесь уже. Ну в данном варианте значит во всех вариантах в принципе необходимо найти бачок. То есть бачок там у нас находится. Мы уже знаем. И найти куда она поступает с бачка. Найдет. Вот она шланка. Вот здесь вот пошла 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 пошла. И вот он насос. Поближе сейчас его подведу. Вот это масляный насос. Здесь значит система такая. Значит когда мы газульку крутим то значит у нас заслонка открывается. То есть это самое. Больше бензина идет в смеси. И больше идет масло. То есть два троса идет. Смотрим. Когда вот эту газульку крутим то у нас поднимается здесь поршень с иглой. Вот я сейчас покручу. Шевелится видно. И сразу одновременно вот там вот у нас масло. На маслонасос открывается больше кольца. Ну как кран. Отверстие. Не во всех такая система. По разному она бывает. Но самое главное найти вот этот насос масляный и бак. Ну бак все найти. Крыться могут. Вот нашли. Теперь смотрим его. Что к нему подходит. Вот она шланка пошла. Опа. И в него вошла. Ага. Это значит масляная. Я по ней иду, 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 иду. Я здесь раскрутил. И вот я нашел здесь вот место. Я уже здесь раскрутил конечно. Вот. И которое значит я рассоединил. Вот здесь рассоединяем. То есть в самом удобном месте. Подыскаем вот такую посуду какую-то. Которую значит мы подставим. В которой будем сливать масло. Не разливаешь его на пол. Вот таким вот образом. Тренькая струйка бежит. Все нормально. Быстрее бежала. Пробку это надо открутить и снять. Еще бежит. Порядок. Ничего не течет. Вот это масло мы, крыса, на черный день. Сливаем в баночку. А затем надпишем ее. Порядочек. Порядок. А теперь, когда немножко там с этой трубки сошло, ставим ее на место, эту трубочку. И соединяем здесь. Вот. Чуть-чуть его соединяем, чтобы она там у воздуха потом сошел. Открываем наше новенькое масло. Заливать сразу отсюда неудобно, потому что разольем она полная. Вот. Так вот баночку берем элементарно. Раз. И вот так вот. Опа. Есть. Все, видите, при заливать будет хорошо. Официальное масло покажу. Вот это то, которое было. Даже по цвету она отличается, видите. Тут Мишенка, Фихи, вы знаете. Что там такое? Чуть-чуть она зеленцой так. А вот это вот новенькое, смотрите, вот. Будет видно сейчас. Видите? То есть это натуральное масло, то, которое положено сюда. Закрываем, потому что дорогая. Вот такая, значит, фляжечка стоит. Литровая. 450 Рэ. Денько здесь заливаем. Разъебик у нас есть уже вот этот. Опа. Почекло. Когда туда пресканули, вот смотрим на этом стыке, на нашем. Каплеобразование. То есть, когда капля, вот, упадет, пару капель, значит, воздух стравился. Вот, и можно будет ее потом нормально закрывать. Вот это вот соединение. Опа. Еще пару капель, и можно закрывать. Когда мы спустили воздух отсюда, то есть, уже пошло масло. Это надо обязательно сделать, потому что, если из-за воздушного будет, пока туда масло дойдет. Соединяем его аккуратненько. Вот таким вот зажимчиком. Ну, здесь еще ферментно стоят зажимы. Вот, порядок. Раскрутили, понюхали. Значит, хорошее масло не должно ничем вонять и пахнуть. Плохое масло будет пахнуть или вонять всяким дерьмом. Вот это такое различие. Это, как мне подсказали специалисты, проверять масло.